День добрый, дорогие телезрители, все те, кто смотрит нашу еженедельную телепередачу «Встреча у Камина» на телеканале «Евразия». Здравствуйте и вам, дорогая Мария Ивановна. Здравствуйте, Татьяна Александровна. – Замечательно, что вы к нам сегодня пришли. – Спасибо за приглашение. – А я хочу, чтобы телезрители пока только посмотрели на вас, на Марию Ивановну. Вот посмотрите, дорогие телезрители, и вы согласитесь с моим мнением. Когда я гляжу на Марию Ивановну, я говорю, у нас есть своя уральская королева. Она даже красивее английской. Как вы считаете? Правильно я говорю? – Смеетесь вы? Мария Ивановна, это же вот ваши природные волосы. – Да, это мои природные волосы. Я благодарна своему папе, что он, я, вернее, папа, унаследовала вот эту красоту. – Вот эту красоту. Это не парик никакой. – Нет, это свои волосы. – Это свои волосы. – Спасибо, спасибо. – Да, да. Ну ладно, Мария Ивановна, волосы. А посмотрите, какие у нее глаза. – Откуда такие голубые глаза? – Это мамины глаза. Видите, понемножечку от папы, понемножечку от мамы. Мария Ивановна у нас. Дорогие телезрители. Вот я так считаю. Жизнь дается каждому из нас. А старость только избранным. Мы только мечтаем дожить до старости. Мария Ивановна дожила до этих лет и осталась изящной, элегантной, в белых брюках, в блестящих босоножках, в красивых пиджаках. И как тут не восхищаться и не говорить, ну это наша королева, уральская королева. А люди иногда забывают, что я называю Мария Ивановну королеву. И говорят, о, вчера в трамвае ехала. С кем вы думаете? Я говорю, с кем? С вашей царевной. Так что Мария Ивановна еще и наша царевна. Вот так вот. Поэтому я не могла еще не пригласить вас потому, что вы служите этому краю, Оренбургской области, этому городу. Очень и очень много лет, потому что вы учитель. Да? Да. Учитель. Вот несколько слов скажите о своей педагогической деятельности. Ну, моя педагогическая деятельность мне очень нравилась. Да? Потому что я преподаватель двух интересных предметов. Так. Это биология и география. Биология и география. Географический факультет я закончила в Оренбурге, уже будучи учителем. А биологии – в Тамбовском педагогическом институте. Это вы учились еще пять лет, что ли? Нет. Да. С 1953 по 1957 я училась в Тамбове. А потом, ну, наверное, где-то я экстерном. В 1963 году закончила я географический факультет. Географический факультет. Где? В Оренбурге. В Оренбурге. В Оренбурге. В институте города Оренбурга. Понятно. Вот. Поэтому у меня две профессии, которые очень помогают друг другу. И мне помогают. Я в жизни очень много взяла от знаний этих предметов. Очень много. Понятно. И поэтому моя жизнь прошла очень интересно. Где же вы преподавали? Первое, что я получила направление через Московское министерство образования. Москва нас распределяла. Так. И нас распределили в Оренбург. Пять человек, пять молодых учителей. Приехали в Аблано Оренбурга. И я пошла тянуть жеребий. Нас по парочке распределили. Я пошла тянуть жеребий. И мне попался Орск на двоих. Приехали в Орск. Нас поселили. Была гостиница, вероятно, где серп и молот. Вот туда нас поселили. И на второй день я пошла к Бубчикову Александре Андреевичу. Вам знакомы? Знакомы, конечно. Это мужчина. Мужчина. Настоящий мужчина. Хороший, конечно, педагог. Вот. Направил он меня в шестую школу. Пошла в шестую школу. Там уже место занято. Прихожу. Александр Андреевич, места нет для меня. Хорошо. Я вас направлю в сорок восьмую школу. В сорок восьмую школу. В сорок восьмую школу на Никеле, где директором был Краснопеев Ион Михайлович. Это директор директоров. С такой закалкой, с такой, как бы, революционной заправкой. Очень умный, эрудированный был директор. Приняли меня очень в коллективе хорошо. Я была так довольна. Так меня встретили. Сразу дали общежитие молодежное. Где у меня уже было общежитие. Выбрали староста этого общежития. Где возглавляла самообслуживание. Стали сами все делать. И убирать, и мыть, и готовить, и так далее. Был порядок. Был порядок. Есть у меня фотографии, когда я ходила по комнатам и проверяла пыль. Пыль проверяла. Ну, это было захватить. Мы бы ее показали. Да, надо было. Я вот до этого не додумалась. Вы знаете, вот так я жила до 59-го года. Затем я вышла замуж. Мне дали однокомнатную. Одну комнатку. Дали. Недленько от школы. И тут же я вышла замуж. Вышла замуж. В 60-м году у меня появилась дочь. Вот. Все было хорошо. Все было хорошо. Но я тут немножко заболела. Не буду говорить о грустном. Все прошло. Все прошло. Было инвалидом первой группы. Но все прошло. Правда, немножко повлияло на мою педагогическую деятельность. Может быть, где-то я была и заслуженным. Но это повлияло. Ну, знаете, была операция трепанация черепа. Трепанация черепа. Инвалид первой группы. Но я не кончила педагогическую работу. Там, где я работала, увезли меня в больницу после операции. Женщина. У той тоже надо операцию сделать. Мне присылают и говорят. Мири Ивановна, может быть, вы выйдете? Мы вас отпустили. Вы полечились. А вот теперь надо другому. Йокров полечиться. И с первой группы я вышла на работу. Вышла на работу. Ну, как Йокров я сначала работала. Но немного я проработала. В 1948-й Бубчиков мне передает записку. Мири Ивановна, вам надо переехать в 26-ю школу на майку. Когда там работал никелькомбинат. И представьте себе, как надо было добраться до 26-й школы. Сшила себе новое пальто. Но через месяц у меня не было ни буквы. И пальто. Потому что на майку было невозможно дали. Невозможно. Невозможно. Автобусы полный. Были случаи, когда я приходила. Но я, знаете, вот благодарна своей судьбе. Приходила я в класс. Ребята сидели все тихо. Знали, что моей Ивановне очень трудно добраться. И она обязательно придет на урок. Чуть-чуть опоздала. И начинался урок у нас. А кто был директор у вас в те времена? Ой. Это в 26-й школе? Да. Ой, забыла. Я не зря спрашиваю. Вдруг вспомните? Нет, не вспомню. Одна рука. Ну, я почему говорю? Потому что мне кажется, что там работали вот моя семья. Раба Александр Федорович. О-бо-бо, Раба. Раба, это мой дядя. Да? Да. И там... Фригильда Эдуардовна. Ой, вот видите, как вот Витя. Да, она недавно в Германии умерла. В 94-е годы. Тоже отличная профессия. Математики они были. Отличная профессия. Юлия Эдуардовна. Это вот сестры моего папы. Все они в моей фамилии. В вашей фамилии. Да, да, да. В 26-й школе. Ну, 26-й я немножко поработала. Меня снова перевели в 48-ю школу. Вернули. Вернули, да. И, знаете, нашу 48-ю школу в 69-м году закрывают под УПК. Учебно-производственный комбинат такой. Это все ребята готовились к трудовой деятельности. Было отлично. Все было хорошо. Было как раньше хорошо. Организовано. Да, организовано. Но в это время у меня появляется сыночек. Сыночек, да. Появился сыночек. Я была дома. Весна. В июле, 1 июля он родился. Лето уже. Я на улице сижу. Мимо меня все время приходила учительница. Вот сейчас, не помню, как она зовут ее. И говорит, Мири Ивановна, ну что вы сидите? Идемте в 36-ю. Там не хватает ведь преподавателей географии. Хорошо. Ну, что, пошла. Тогда Немьяклина была директором. Ну, приняли меня. Нагрузку сразу дали и все. И вот тут моя работа закипела. Я стала оформлять географический кабинет, который был один из лучших. Так. Я стала ходить с ребятами в походы. В походы. Тогда ведь были, вот не знаю, помните или нет, тогда были туристические слеты. Обязательно. Городские туристические слеты. Да, озорницы. А, да. Да, военные тоже. Игры, да, да. Игры. Ну, в Шкури один раз летом весь учебный процесс у нас заканчивался. Мы шли на мостострой и занимались вот именно туристической работой. У нас была установка палатки. У нас было, отвечали на минералы, какие минералы. Отвечали на растения. Краеведы. 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 И, в общем, очень. И переправа. Очень интересная. И вот представляет целый рабочий день. Вся школа. Шесть человек. Команда. Остальные болельщики. Поднимали флаг. Все как положено на городских турслетах. На городские турслеты мы обязательно должны были участвовать. Но надо сходить в поход, оформить. И тогда участвуйте, пожалуйста. Вот. Поэтому школа 36-я, когда была тогда демонстрация, проходили по Красной... Нашей комсомольской площади, да. Ну, я всегда слышала, приветствовали туристов, краеведов школы номер 36. А я, Марья Ивановна, читала вам этот текст и кричала «Ура!» Ура! Дикторский текст на демонстрацию. У меня замирало сердце. Я была, конечно, воодушевлена. Вот. Не только походы, не только вот это. Я очень много с ребятами ездила по городам нашей любимой родины. Да вы что! И Украина, Таганрог, и Одесса, и Ленинград, и Москва. Первый – это Ульяновск, родина Владимира Ильича Ленина. Обывали мы и в Ташкенте. Вот сегодня Круглова Любочка – это моя родительница. И даже вот недавно был, когда у нас в Соколе был вечер, и две родительницы подошли и говорят, «Мирия Ивановна, это вы и я, Марья. Вы знаете, мы не можем забыть вас, потому что дети наши много, очень рассказывали о вас, когда вы выезжали с ними в других городах». Я помню, ну… Одна, я ездила одна, с ребятами их 30. Ребята, все будет в порядке, все будет. Значит, все, все. Никогда никто не ослушался. Почему я любила одна? Потому что я сказала, и я… Меня послушали, и я потребую. А тут я сказала одно, другой руководитель сказал другое. Другое, и поэтому… Разброт и шатание. Да, разброт – это хорошее, это плохое, и я поэтому одна. В общем, я благодарна судьбе. А вас мы узнали, что вы именно педагог, от Ирины Геннадьевны Панаистовой, председателя нашего женсовета, которая, когда вас увидела, тоже сказала, «Это же моя любимая учительница!» и обняла вас, и я тогда поняла, что сколько здесь у вас ваших учеников. Передайте им привет. Ой, мои дорогие, мои дорогие, они забыли, они называли меня второй мамой. Второй мамой и 11 класс в 96-м году сделали эмблемку и повесили нам здесь, и говорят, это наша вторая мама. Давайте им передавать. У вас же стихов он там сколько приготовил. Вы знаете, я стихи приготовила, но более подходят к нам, женщинам. Понятно. Все равно привет ученикам передайте. Передам, обязательно. Очень много. У меня очень много поспешчиков, одноклассников. Да, Мария Ивановна у нас активный-активный блогер. Активный блогер. Ну да. А хорошо, а танцевать-то где так научились? Ну, танцевать, вы знаете, как танцевать, когда училась в институте. Тогда были такие у нас вечера, институтские вечера. Музыка. Музыка тогда была, как ее называют. В общем, бесплатно танцы. Мы бегали на танцах. Успевали и учиться. И учились только на стипендию. Потому что жили так, помочь некому. Некому. И нечем. Поэтому старалась учиться. Одна четверка. В дипломе одна четверка. Остальные все пятерки. Когда я заканчивала. Музыка. 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 Музыка.